Сегодня у нас 19 июля 2015 года. День Апатия Ряевка у нас. Выходим из храма, помолились. День Апатия Ряевка Продолжение следует... Маленько поближе подойдите сюда, очень далеко стоите, попучнее. Вот у святых отцов есть такое выражение, что не делали подмены. Поближе подойдите, и там слышать будут. Подмены в словах. Нужно говорить слово, чтобы оно имело подлинное значение, с чем оно пришло. Господь говорит, я посылаю слово мое, а оно не возвращается тщетным. То есть напрасно оно не будет, оно выполнит, что сказано было. И слово Божие, когда он посылает, оно говорит, следует по земле и касается неба. А так как человек сотворен по образу Божию, подобию, то Господь наделяет людей способностью внимать словам Божьим и передавать их. И часто слова людей, таких как пророки, они исходили прямо от Духа Святого. И они записаны прямо в книге Исаия. Пророк Исаия говорит. Иеремия, Иезекииль. Далее 12 малых пророков. О чем Стефаны говорит. Кого из пророков не гнали отцы ваши? То есть когда люди слышат приятное, это принимается. Вот описано в Евангелии от Луки. Христос говорит. Благодатное время. Все видят, что это так. Исцеляются больные, бесноватые освобождаются от нечистых духов. Парализованные встают. И всем это нравилось. И смотрели на Христа с радостью, с благоговением. А далее Христос говорит слова, которые как будто бы и не обличают. Он говорит. Почему во времена пророка Ильи одна вдова удостоилась принять его? И потом, где в Сарепте Сидонской, не в Израиле. Это для нас просто неприемлемо. Как так? Поговори с кем-то из православных. Скажу. Вот пришел Господь Бог и прошел по России. И к православным не зашел. А пошел куда-то к другим. Да вера-то другая совсем. Но он знал эту женщину. И он испытал еще раз. Остатки муки ничего нет. Мы умираем с голоду. А остатки замеси. Сделай лепешку. И накорми меня. А у ней сын умирает от голода. И она не посмотрела на это. А далее мы знаем. В катке мука не истощалась. И масло не прекращалось. Так вот. Надо слова свои взвешивать. И говорить. Давай им подлинное значение. Если видите, что неправильно понимаете эти слова. Вы должны объяснить их. Вот сейчас вышел. Ну не сейчас. Уже время прошло. Фильм. Раскол. Это время раскола. Никоновской реформы. Протопов по вакуум. Откуда начался поиск старообрядчества. Через много лет появится священство. Раскол. Ну почему не говорят дальше. Кто раскол произвел-то? Ну а мы хотели вернуть. Кого вернули? Книги перепортили. Вот у нас поется. Яко жениха. Это на пасхальной. Из гроба происходящее. Ну вдумайте смысл. Как происходящее? А у старообрядцев, как было, так и остается. Яко жениха исходящее. Жених из гроба вышел. Как происходящее? Как он всегда был. Он не произошел здесь с женихом. Это уже реформа все принесла. Было двоеперсия, осталось троеперсия. И то, и другое не от апостолов. Нас Бог будет судить по слову своему. А слово его это святая Библия. Ну а как же тогда мы крестимся? Василий Великий говорит. Многое мы получили. То, что сохранило предание. Предание. А предание сохранилось, часто бывает, не от первых веков. Вот сейчас приди, скажи старообрядцам. Ну как креститься правильно? Только так. И на иконе так изображено. Ну а святого Иоанна Затауста признаете? Да. А он одним перстом крестился. И вся паства одним перстом. Одним. И при том это Мельников пишет. Федор Епимович. Старообрядец и старообрядцев. Их наставник писатель. Ну маленько дальше заглянуть. Ну а Яну Затауста сказали бы, апостол Павел крестился одним пальцем. Нет. Это вообще не было. Но предание жития святых говорит, что уже и тогда на арене они поднимали кверху перст. Когда казнили их львами во времена Нейрона Креста и Срегна. Христос царствует. Божеств было в римском пантеоне около 500. 500. Это нам легко сказать. Только одна троица, единосущная троица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. А тогда было так Венера, Юпитер, Сатур, звезды, которые отдельно идут планеты. Это божества были. Кронос. А какое житие святой Екатерины говорит? Что он Кронос сделал? Он детей своих сожрал, съел. И вы ему поклоняетесь. Но Аполлон бежал за Афродитой. Насильник. Но она превратилась в пену, в куст и прочее. То есть это у греков распространено. Это от Греции все сказки эти идут. Так что хвалиться-то грекам нечем. Наградили их. И с этой греческой мифологией первые христиане боролись смертно. Греческая мифология наполнила римский пантеон. Что там было? Вот говорят, раскольники. А кто такие раскольники? Сколько лет называли старобрядцев раскольниками? А теперь уже не раскольники. Зарубежную церковь до конца называли раскольниками. И вдруг вместе, и теперь уже не поминают. А над ними ни чин не считался, ничего. То есть заранее знали, какие не раскольники. Раскольники это те, которые от церкви отошли. Не признают Вселенскую церковь. А кто такие еретики? Еретики это в церкви, внутри церкви исказили учения. А так, сейчас еретиками налево и направо разбрасывают. Ты еретик, а ты сам такой же. Ну это бабки у колодца, когда стоят, они так друг друга понужают. Упрекают. А еретик это человек, искажающий догматы церкви. Священное Писание, ересь. А сектанты, сектанты. Вот что ты делаешь не так? Ты сектант. Вот у нас крестят полное погружение, а сектанты. А то какому-то Богу Нептулу поклоняются. То есть совершенно сумасшедшие. Это слова говорят священнослужители. У нас, которые были, приняли крещение, их сейчас там. Патриархия всех запрещает, не дают причастия. Причастия. Это вообще вообразить даже невозможно. То есть, по сути дела, надо их запрещать за незаконное, во-первых. А во-вторых, вы испортили таинство. Кисточкой или каплей. Ты хочешь узнать, как правильно крестить? Да вот на урывку поехай. Какие бы ни были старобрядцы, даже потерявшие священство, ни одного нету, ни одного за 300 лет, чтобы они крестили не в полное погружение. Даже не надо писания, не надо жития. Просто пойди и посмотри. Князь Владимир где крестил? Мы знаем, где Крещатик, Днепр. Где Христос крестился? Река Иордан. Почему и чашечки не поливали? У нас иконы-то еретические. Еретические. Христос стоит на берегу, а Иоанн поливает. Это католические. Все эти иконы надо ликвидировать. Помолиться и просто уничтожить. А мы этого как будто не видим. А как определить сектанты? Сектанты определяются одним. У них нет священства. Слово священство включает институт. Слово институт это образование определенное. Институт священства. То есть что входит в него? Патриархия, патриархи, епископы и прочее. В католики входят туда? Нет, они сохранили. Православные, это старые, новые, обрядцы сохранили. Григоряно-армянская апостолическая церковь, копты и сирийцы. Вот пять. От апостольских времен, у которых священство по рукоположению, хиротонии дошло до наших дней. Все за пределом этого не церковь. Представьте, когда мы знакомы, близко с разными сектантами, очень хорошие люди. Они не церковные. Ну как так? Ну мы верим. У нас люди умирали за Христа. Все это уже объяснено у Киприана Карпагенского. И даже кровью мученичества нельзя смыть грех разделения. Вот старые обрядцы пошли каким путем? Они долго искали за границей везде, пока не нашли митрополита Амросия, а дальше от него восстановили иерархию. Было с нарушением. Он один рукоположил. Там Павла, Алипия. Да, но в первоапостольские времена так и было. Один рукополагал. Но потом правило запретило. Первое апостольское правило. Иногда вот читаешь книгу, кто такие там православные или заблуждения православные. Павел Иосифович Рогозин. Хороший, грамотный баптист пишет. Когда начинаешь читать книгу, не верится, что он это мог написать. Он говорит, слово православное появилось там в 1415 году. К примеру. Ну открой канон, посмотри, апостольские правила. И там уже слово православное встречается. Я специально занимался соборами канонически. Это апостол, вселенские соборы и поместные. И сколько раз на каком соборе слово православное встречается. Он никогда не считал. Крестное знамение появилось в 1505 году. А баптисты-то все верят, ему считают. Крестное знамение, да как же там стояли, это апостолы, говорит, начертание делали одним крестом. Я когда читал книгу Кама Гридеши, мы видели фильм, который Генрих Сенкевич написал, поляк, лауреат Нобелевской премии, к слову сказать. Из-за этого пальца все выньте, кто ногти еды. Вот. И там написано в книге что-то было, когда я первый раз читал, когда обратился. И вымараны чернилами. Я говорю, а что здесь? Да не по Евангелию. Что там было? Меня так заинтересовало. Я мог найти через несколько лет эту книгу, а эту книгу я у баптистов читал. Оказывается, Петр, и дальше вычеркнут, они всю книгу принимают, а это место никак. Он поднимал персты и благословлял, а баптистам-то нету этого. Они взяли, вымарали и все. То есть, это не по мозгам. Как можно вымарать, когда? Ну, у нас есть много, то, с чего не было апостолов. Вы давайте им им орать. Мы нигде не считаем, чтобы где-то апостолы крестились. Но у нас принято, как Василий Великий говорит, мы получили из предания. То есть, нужно учиться давать подлинный смысл словам. Ну, слово вор, что означает вор? Вот сейчас спроси, что такое вор? Ну, иди сюда, со мной встань. Ты грамотный такой, речистый? Да, ты. Слово вор, что означает? Ну, что он ворует. Ну, что он, вор ворует. Это Пушкин так отмечал. А для чего человек, жизнь дана, чтобы жить? Ну, а что именно ворует? Ты дальше объясни. Не знаю. Взял чужое. Не знаешь, да? То да иди сюда ты, объясни. Взял чужие вещи. А? Взял вещи чужие, без спроса. Взял вещи чужие, еще что? Время. Ну, знания чужие использовал. Знания чужие, а то как называется? Плагиатство. Плагиатство, да. Еще что подписался. Чужое изобретение себе присвоил. Как у нас говорили, Попов, Попов, забрел радио. А за границей его и не признают. Маркони первый, первый передачник построил. А в России, да, действительно, это Попов был. Еще что? Время чужое. Время чужое. Пространство чужое. Десятину не дают. Богу не дают. Время чужое, пространство, десятину. О, понятно. И самое главное, десятину у Бога похищается. Ты заработал, допустим, поехал, сдал сливки. На сколько сдал, отцепарировал? Ну, на 10 тысяч. На 10. Десятина принадлежит Богу. Что означает десятина? Тысяча. Десятый счастлив. А ты не отдал. Домой вернулся вор. Ты уехал обыкновенный, теперь вор у Бога. Бога-то у меня похищаете. Она тебе не принадлежала, эта десятина. Я не знаю, я просто к примеру говорю. Это самое страшное воровство называется святотатство. Почему в церкви запрещается даже агарок взять? Дальше что? А что еще есть? Ну, вот я и спрашиваю. Я задал вопрос. Не знаешь больше, да? Так, кто еще добавит? Желать чужое. Только посягающие на чужое. И вот скотину не привязали. А она ходит по чужому полю. Это что? Ну, урожай-то своровал. Это 10-е запад, 10-е слове. Не воруй, а дальше не пожелай. Не пожелай чужую жену, служанку. Пушкин говорил, я понимаю, не пожелай жену что-то. Но как можно рабыню не пожелать, не знаю. Пишет статья 113 любовниц Пушкина. Так, еще. А можно что-то спросить? Вот, например. Уходи сюда поближе. Я хочу спросить. На паникидном столе стоят колево. Стоит свечка, которую я купила. Или купила. Кончилась паникида. Свечки бабушки потушили и в пакеты. Я подошла, свою забрала. Я домой ее забрала. Это воровство? Потому что ты посвятила Богу. Она тебе уже не принадлежит. Как только через порог перешла, положила, поставила. Телефон! Она уже Богу принадлежит. Богу! Ты поняла? Ну так я приду домой, ее поставлю, она загорит. А бабушка положит в пакет, а не ее... Так, понятно. Пупков дал сигнал, а я еще не сообразил. Открывать начал он. Скинул, чтобы не высчитывались. Теоретически, теоретически, ты все растудила правильно. Но принято так. Ты пришла в церковь и поставила свечка. Тебе не принадлежит, она Богу принадлежит. А я не украду. Тебя это уже не касается. Ответят другие. Брать не надо. А представьте, ты принесла что-то, коли его там поставила, мед, виноград. Теперь осветили, все забрала. Ты обязана что-то отдать священству 10-ю честь. А поэтому не отдают свои... Нет, мы сказали про агаров, поэтому я спросила про священную. Вот. Ну и попьют на вопрос еще. Давай. А если вот колево принесено, это как? Это просто... Это твое для освещения принесла. Для освещения. То есть это можно забрать. Бас, это нет. Свечку ты принесла не для освещения. Ага, понятно. Это она маленько перешагнула. Все остальное ты принесла, осветила, сколько надо освещения, куда и остальное твое. А не дашь, не дашь. Многие не дают. И что делают? Тогда из лотеря выходит, еще только освещает. Никто не подошел, а он скорее там прислужник в корзину. Специально такой, который ничего не знает, он полную корзину набивает. Вторую, третью, смотрит, что получше-то. Ну а горба-то это слепое, дома дожуете. Понятно? Понятно. Слова должны иметь определенный смысл. И с этим смыслом его надо отправлять. А у нас Слово Божие, все, что сказал кто-то или священник Слово Божие, нет. Вот. Словом Божиим называется только Святая Библия. Первая буква В, у ней написано, вначале сотворил Бог небо и землю. И последний мягкий знак, камень. Все. Ни одной Богу туда нельзя прибавить. У него Священное Писание. Священное Писание это только Святая Библия. Вот три названия. А все остальное труды святых отцов, каноны церковные. Научитесь определять. Друг друга не называть словами, которые ты не понимаешь. У меня одному маленького, самый маленький был. А больше, это пацаны-то маленько, побольше знают. А что они больше знают? Так только грех. Они ему говорят, ты писать-то умеешь? Умею. Печатаем буквы. Ну и пиши. Я. И он пишет. Я гамосексуалист. Это вот они стоят здесь. Я говорю, это-то я написал. А что это такое? Не знаю. Ну а им интересно, камушком предаверено, а на лое там лежит. Вот и гамы. Гам. У нас смысл слов должен быть пропитан Святой Библией. Вот мы сказали, еретик, ты должна знать, что такое еретик. А не то, что он со мной не согласен. Ересь определяется церковью. Тебе надо очень много знать. Сектанство определяется, я показал. Вот сказал он, Григорияна Армянская Апостоличная Церковь. Это церковь. Так у нее ереси. Ереси хватает и у нас. Я их начну тебе перечислять. 719 правил канонов, из них 413 ежедневно нарушаются в церкви. Это не ересь. Венцы не надевают при венчании. Это не ересь. Подряд всех причащают и пяти минет. Это не ересь. Ну тут по порядку возьми. Крещение испохабили. Просто дальше некуда. Это не ересь. Интересно, вот у нас крестят. Зато они пристают. Я говорю, скажите, а вы признаете Белокринитскую иерархию? Конечно, признают. Ну а к ним-то кто приходит, их-то всех перекрестливают, как к Никоньян. Как паршивых, недоконченных. Как абортированных. Почему к ним претензий-то нет? А именно к нам. Потому что там ушел и навсегда. А тут мы говорим внутри церкви. Это может быть общее движение. У нас приезжали тайно. Крестились и армонахи были, каких только не было. Но пока за кадром не выставляем. У нас может патриарх приедет и скажет в конце-то концов, крестите меня. И дальше я дам указание. А возможно это, у Бога все возможно. Патриарх может приехать, он не Бог. Если бы раньше сказали Адаму и Еве и следующим согрешили, все умирают. Но с неба сойдет Бог. И через воплотиться, через потомка Евы, и он возьмет грехи, никто бы не поверил в это. Евреи по сегодняшний день этому не верят. К мусульманам это не верят. А мы верим. Тогда казалось это невозможным. Сегодня это все возможно. Я говорю именно о том, чтобы знали значение слов. К нам приезжал один человек, крещение принимал. Он долгое время был председателем миссионерского отдела Томской епархии. Степаненко Максим. Тайны никакой нет. Это в эфире все распространено. И он по словарю взял слово. Это слово в церковном каноне встречается. В церковном богослужении. Женщина, которая не замужем совершенно. Ей нужен ребенок. И она на стороне его нажила от одного, от другого, от другого. Она называется набукубе. И он прямо выставил. Блядь. Это в церковном словаре написано. Блядословие означает пустословие. Церковнославянский хороший язык. Но это слово сделалось ругательным. Так на него как поднялись, его с поста смели. Вот он сейчас приезжал, крещение принимал. А за что? За что же самое? Он сказал подлинное слово. Литературное. Оно в литературе. У него протопа, по вакууму у него то же самое везде. Я, говорит, ее наказал. Говорит, а она, блядь, за то же опять взялась. И это никто печатает, не считает его ругательным. Путана. Можно говорить. Проститутка. Можно. Блудная женщина. Можно. Но это принято так. Но если услышите, знайте, что это не ругательное слово. Оно обозначает определенного человека. Как сейчас придумали слова геи, геи. Кто? Скотоложники, мужеложники. Садомиты. Если садомита за рубежом ты назовешь, там какой-то пресс-фитер назвал, ему срок дали. Их нельзя так называть. И придумали, как слово негры надо убрать, потому что негры были против. А как сказать? Чернокожие. Как будто что-то меняется. Доказать-то отвечать будешь. Это над нами насмехаются. Евреев, у мусульман все стоит на своем месте. Ты услышал слово? Переспроси, что ты хотел этим сказать? Если слово гневное несет в себе отрицательный какой-то потенциал, ты примени его к себе сначала. Ты называешь его вот этим словом, а может это к тебе именно относится. Христа как называли? Они не знали, чем ущемить. Исцеление доказано. А он не сам исцелил. Это сила и князя Бесовского, и Эльзиула. То есть это ему дьявол помогает. Вот у нас точно так же. Если баптисты говорят слово Божие, а это от дьявола. А откуда ты знаешь? Если он говорит правильно, правильно песнопение, как оно может быть от дьявола? Дух дышит где хочет. У них самое главное неправильное, то что нет священства. Вот я сказал, мимо ушей прошло или застряло, ты дома помолись. Таких людей очень много, которые не имеют священства. Которые ищут. И одни такие были, это Петер Гилквис пишет, книга «Возвращение домой». Они стали искать. Ну, молодежь собрались и говорят, а ты где? Я в студентах был уверовал. А они не православные. Ну, как у нас вот так все как-то не так идет еще-то внутри? Ну, давай, я год буду заниматься литургией. Доставать книги и прочее. Ты о рукоположении. Поезжай в Грецию, до конца добейся. Третьему говорят, а ты занимайся Божью Матерью, где посчитай. В четвертом, а ты давай. Через год, когда встретились, стали разговаривать, они уже были православные. С ними мало кто разговаривал. И они начали своим говорить, и 2000 человек стали православными. Кажется, 60 диакон только рукоположили у них сразу. Это книга официальная, просто видео показано где-то. Подлинное значение слова человека возвращает к истине. Если до этого доходит до нас, да благословит нас Господь. Мы христиане, и должны поступать, как поступал Христос. Аминь. Сегодня занятие в час, в школе. Катание на лодках полдвенадцатого нужно сделать, да? Да. Полдвенадцатого. Я не знаю, как сделайте. Деревенские. Походите. А тема там по Евангелию от Матфея проходит. Я не помню даже, как Матфея.